Объемные модели креативно и быстро. В новации прошла четвертая традиционная олимпиада по 3D-моделированию. Приурочена она ко дню числа ПИ. Ребята из Иваново и области приехали, чтобы продемонстрировать свои навыки работы в компьютерных программах. 70 человек участников участвуют дети софт, начиная со второго класса, заканчивая одиннадцатым. Естественно, это две разных возрастных категории. Программа, в которой дети работают, начиная от тинкер-када, заканчивая сложным 3D-максом. Чтобы научиться создавать оригинальные трехмерные эскизы, достаточно нескольких месяцев обучения, уверяют педагоги. Половина участников олимпиады занимаются в новации. Всего же в центре более сотни ребят постигают азы 3D-моделирования. Мне очень понравилось. Я выполняла задание, ну мы там делали сначала кисть, а потом лампу. Я сделала настольную лампу и кисть для рисования. На выполнение одного задания отведено 10 минут. Работать надо быстро и четко. При оценке результатов обращают внимание на качество, креативность и скорость выполнения. Сложность их заключается в том, что, во-первых, время ограничено. То есть мы смотрим на скорость моделирования. Очень часто в 3D-дизайне у 3D-моделлеров случаются такие вещи, что нужно быстро уметь создавать какую-то форму за короткий срок. И точно за такой же короткий срок ее уметь редактировать. Обучение 3D-моделированию считают сотрудники центра лучше начинать в раннем возрасте с 6-7 лет. Это не только развивает пространственное мышление, но и открывает перспективы для будущего трудоустройства. Ну, здание Олимпиады сегодня было, ну, их две было. Сделать кисточку и сделать лампочку. Ну, по-моему, это очень легко лично для меня. Ну, вот я закончил, пока сейчас кисточку, вот лампочку я сейчас закончил. Хотел сделать люстру, вот не успел. Победители и призеров Олимпиады наградят медалями и грамотами. Лучшие получат от новации ценные технологичные призы. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.